Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артем Витальевич. Что мы хотим сегодня с вами обсудить в данном ролике? Тайм-менеджмент на ЕГЭ по физике. Ну или по-другому, как распределять свое время во время экзамена. А зачем мы так рано об этом обсуждаем? Ведь вроде до ЕГЭ там еще три месяца, но время есть, да? Потом можно было бы данную тему обсудить. Нет, смотрите, вы же постоянно пишете пробники, так? И я хочу, чтобы вы эти пробники как раз писали с учетом тех советов, которые я вам сегодня дам. Итак, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы будем обсуждать, как же грамотно, эффективно распределить свое время во время экзамена на ЕГЭ по физике. Смотрите, всего у нас на экзамен отводится 3 часа 55 минут. Ну, грубо, 4 часа, да? У нас есть первая часть, у нас есть вторая часть. Номеров довольно много, 30 задач. У нас есть первая часть, да, с первого по 23 номер. И вторая часть, с 24 по 30 номер. То распределение времени, которое я сейчас вам озвучу, это распределение, которое, ну, отлично, скажем так, подходит для тех ребят, кто хочет писать на высокие баллы. Те, кто стремятся на 90 плюс или стремятся к соточке. Естественно, если мы пишем там на 70 плюс баллов или на 80 баллов, то у нас как бы времени становится больше на экзамене и появляется больше, скажем так, некоторой свободы. Ну что ж, поехали. Сколько времени мы должны отводить с вами на первую часть? Я рекомендую на первую часть потратить где-то порядка 40-50 минут, не больше. Смотрите, за 40-50 минут прорешали всю тестовую часть. Если у вас, получается, какие-то затупы, да, с задачами первой части, их пропускаете. Ну, то есть вы заселены такой-то задачкой, чувствуете, что вот несколько минут уже потратили и не понимаете, что здесь происходит. Пропустите ее, вернитесь к ней позже. Значит, на тестовую часть, на первую часть мы отводим 40-50 минут. Что мы делаем дальше? Дальше я рекомендую где-то порядка 15-20 минут потратить на то, чтобы, возможно, вернуться как раз к тем номерам первой части, которые у вас не получились. Плюс ко всему перерешать те номера, в которых вы в целом не уверены, или просто проверить свои ответы. Правильно ли вы их, допустим, записали. Что я имею в виду под правильно записать ответ? Тех ли вы в единицах измерениях записали свой ответ? Ну, например, у вас просят ответ дать длину в сантиметрах, а вы записали ее в метрах. Поэтому проверьте обязательно также единицы измерения. Ну что ж, мы потратили с вами где-то порядка 15 минут на проверочку. И дальше я рекомендую, важно, выделить 10 минут на перенос ответов из кима в бланк ответов номер 1. Туда, куда вы заносите потом финально свою тестовую часть. Почему я рекомендую выделить на это 10 минут? И почему я рекомендую прямо сейчас аккуратно перенести все ответы, а не потом где-то в конце экзамена, когда мы решили и оформили вторую часть. Смотрите, тестовая часть это 23 номера. Довольно большое количество задач. И при этом вы за данный кусок получаете, ну, довольно неплохое количество баллов. Плюс ко всему, ну, обидно же терять баллы в тестовой части, ведь это баллы, ну, скажем так, относительно дешевые. Поэтому мы выделяем 10 минут на то, чтобы аккуратно перенести с кимов, там, где вы решали тестовую часть, аккуратно свои ответы перенести в бланк ответов номер 1. Я знаю столько историй, когда ребята рассказывали, либо то, что они не успели перенести ответы в бланк ответов номер 1, или они просто, когда переносили, чуть-чуть сдвинули ответы случайно. И там, допустим, 9 номер они стали записывать 10, 10 номер в 11 и так далее. Да, у вас есть поля для исправлений, но их не хватает на все задачи. А представьте, если вы случайно, когда переносили ответы, чуть-чуть сдвинулись, у вас, допустим, половина тестовой части будет неправильной. Это, ого, сколько баллов вы потеряете. Поэтому 10 минут выделяем на то, чтобы аккуратно перенести ответы из кимов. Да, кстати, друзья, когда вы решаете тестовую часть, нужно ли решать ее где-то на черновике? Или, может быть, ее решать сразу же в кимах, да? Ну, то есть там, где у вас задачи распечатаны. Решайте прямо там, где у вас есть условия задачи. Ну, так же удобнее, да? Тем более вам эти кимы в любом случае, ну, их никто не проверяет. Там можете черкать, что-то помечать без проблем. Решайте прямо сразу же в кимах. В принципе, черновик особо там можно не использовать. Так вот, переносите аккуратно ответы из кимов в финальный свой бланк. Проверяйте, что так, первая задача, мне нужно ответ дать в сантиметрах. Я его дал в сантиметрах, перенес ответ в бланк номер один, записал 10 сантиметров. Еще раз проверили, так, 10 сантиметров, единица мерения те же самые, перенес в бланк ответ в номер один. Именно так я делал в последний раз, когда писал ЕГЭ по физике. Я прям проверял досконально то, что я верно ли записал всю тестовую часть. Да, ну, кажется, блин, 10 минут потратить на какой-то бред, оно того стоит. Потому что баллов вы за тестовую часть получаете много, а ошибок по невнимательности потом просто даже при переносе. Ну, столько историй я очень много тоже знаю, когда вот ребята просто теряли баллы. Ну что ж, смотрите, у нас 40 или порядка, допустим, 50 минут прошло, мы решали тестовую часть. Еще порядка 15 минут мы, соответственно, перерешивали. Может быть, 20, давайте возьмем по максимуму 20 минут, да. И еще 10 минут мы потратили на то, чтобы все это аккуратно перенести. Ну, получается, что у нас от экзамена прошел где-то час 20. Ну, с одной стороны, вроде прошло уже много времени, но мы полностью оформили с вами тестовую часть. И все, и про нее забыли. Но, может быть, осталось буквально там пару задачек, в которых мы сомневаемся и к которым мы вернемся в самом конце экзамена. Переходим с вами ко второй части. То есть здесь стоит решать. Здесь можно выделить разные схемы. Например, вы можете решать просто все подряд. Ну, я когда, допустим, был на экзамене, я там решал сразу 24 номер, потом 25 и так далее. Но вообще, мне кажется, самая оптимальная стратегия будет сначала решить 25 и 26 номер. Это двухбальные задачки, расчетные, буквально на две формулы. Они решаются довольно быстро. А после посмотреть на номер 27, 28, 29, 30, да. И посмотреть на 24 задачу. И обратить внимание на те задачи, которые вам кажутся наиболее простыми. Ведь мы знаем, да, то, что у нас, ну, непонятно, какие задачи будут проще, какие будут сложнее. И все зависит от ваших, скажем так, индивидуальных предпочтений в различных темах. Поэтому смотрите на задачи расчетные, трехбальные и думайте, какие из этих задач, соответственно, вам кажутся проще. И к ним приступайте. Нужно ли пользоваться черновиком? Или давайте по-другому сформулируем вопрос. Нужно ли оформлять решение в черновик? Оформлять решение в черновик вообще не надо. Прям вот не надо им пользоваться. Ну, то есть, черновиком можно максимум воспользоваться. То, что вот посмотрели на задачу, ноль идей, ноль идей, как ее решить. И такие, так, ну, давайте, там, какую-нибудь картиночку нарисуем, схему составим. Окей, сделали это. Как только вы понимаете, что, в принципе, вы это сможете довести до конца, все, начинайте все аккуратно оформлять сразу в чистовик. Не тратьте свое время. Значит, сколько мы времени выделяем на каждый номер? 25-26 номер я бы выделял порядка 10-15 минут. Не меньше и не больше, да? Ну, можно, конечно, поменьше, можно 5 минут. 27-28, 29 номер, вот эти вот трехбальные задачи. Здесь где-то выделяется порядка, ну, скажем, в зависимости от задачи, 15, там, сколько я записал? Да, я записал для себя пометку, что где-то порядка 15-25 минут на 27-28, 29 номер. 30 номер, ну, по сути дела, такая же задача, как и предыдущий, да? Но там есть еще пункт обоснования. Ну, на обоснование он заложит где-то порядка как минимум 5 минут. Поэтому давайте скажем, что 30 номер, там, 20-30 минут. И 24-я задача, качественная задача. Задачи бывают там несложные, но вся проблема заключается в том, что они объемные. Особенно объемные с точки зрения оформления. Там это надо все расписать. Как правило, 24 номер, чтобы его аккуратно оформить, ну, занимает порядка одной страницы формата А4. А иногда бывает и две страницы А4, если задача большая. Поэтому на 24 номер выделяем где-то порядка, там, 25-30 минут. Ну, условно, давайте так, 20-30 минут. Давайте просуммируем, сколько времени выходит по минимальной шкале, да, и по максимальной шкале. Значит, если мы с вами, друзья, просуммируем по минимальной шкале, вот первую часть, то, что мы решаем за 40 минут, дальше мы быстро ее проверяем, там, допустим, за 10 минут. 10 минут мы переносим ответы, решаем все остальные задачи тоже по минималке, то, в принципе, у меня вышло порядка 165 минут. Вроде здорово, да, у нас время экзамена 235 минут, 165 минут, это даже меньше, чем 3 часа. Если же мы суммируем по максималочке, то у меня выходит 290 минут, это больше, чем время нашего экзамена. Ну, понятно, что какие-то задачи вы будете решать быстрее, а какие-то задачи вы будете решать, естественно, дольше. Я сказал некоторые такие усредненные значения, на которые, соответственно, стоит обращать сейчас внимание при подготовке. Итак, вы сейчас услышали, как нужно распределять свое время, да, как, сколько времени мы тратим на те или иные задачи. Что делать сейчас с данной информацией? Ну, вы же пишете постоянно пробники. Если вы не пишете, то я настоятельно вам рекомендую сейчас писать пробники. Ну, хотя бы, хотя бы раз в две недели, а лучше всего раз в неделю, потому что времени до экзамена у нас остается относительно немного. И как раз нужно входить в ритм, вот, и, ну, формат нашего экзамена ЕГЭ по физике, да. Постоянно пишите пробники, засекайте, сколько времени вы тратите полноценно на пробник, а также смотрите, сколько времени вы тратите на первую часть, на вторую часть, как долго вы оформляете задачи, как много вы тратите время, допустим, на какие-то определенные задачи из второй части. То есть, как раз попробуйте отследить, укладываетесь ли вы в это время. Укладываетесь ли вы плюс-минус в описанный мой тайм-менеджмент? Если нет, то почему? Если не укладываетесь, критично это или нет. Может быть, вы, допустим, там 24 номер решаете дольше, чем я сказал, там, ну, в среднем, да, будете решать дольше, чем 30 минут. Но при этом вы будете очень быстро вырешивать первую часть или очень быстро будете, там, решать другие расчетные задачи. Кстати, по поводу первой части, можно ли ее решать, допустим, там, за 25 минут, 30 минут? В принципе, да, за это время тоже можно успевать решать первую часть. Но, если честно, я не рекомендую уменьшать время решения на первую часть, так как, чем быстрее вы начинаете ее решать, а еще раз, у вас 23 номера, друзья, вам нужно дать 23 ответа. Чем меньше вы времени выделяете себе на номера, тем больше вероятность ошибки, да, а в первой части, еще раз, обидно допускать какие-то ошибки по невнимательности. Ну что ж, я выдал вам общие рекомендации по поводу того, как распределять свое время на экзамене. Если у вас будут еще какие-то вопросы по данной теме, то, друзья, обязательно пишите в комментариях, я вам с удовольствием отвечу. А также не забудьте подписаться на канал и нажмите лайк к этому ролику. С вами был Артем Виталич, увидимся в следующих роликах и на занятиях. До новых встреч!